всем привет друзья мои 22 сентября сейчас 7 утра я в днепропетровской области накрапывает мелкий дождик хотя по прогнозу я смотрел просто облачно будет в общем я сразу хочу с вами поделиться огромной радостью я спустился но это не болотца низинка в низинку спустился и здесь возле поваленной осины расположился беляш беляш больших размеров крепкий увесистый гриб уже сформировавшиеся плодовое тело даже характерная шоколадная голова класс там мы с вами видим козлята брать не будем буду сегодня делать акцент на посещение именно вот таких мест хотя возможно в хвойных участках попадутся маслята очередная болотистая местность проверим же ее моя любимая погода а также время года еще все зеленое но уже не жарко и появились благороднейшие грибы в их лучшем виде летом мы конечно можем пособирать с вами беляшей но зачастую они будут червивыми или уже переростками а здесь посмотрите этот беленький располагался под молодым дубочком значит нужно обращать внимание на такие места меня смущает только один вопрос почему он здесь один думаю нам стоит поискать место где еще никого не было я испугался из-под ног выскочил котик иди сюда домашняя котейка может быть просто ходит сюда гулять мы находимся километрах 3 4 от населенного пункта это не привычный для нас городских жителей подвальный код это кот с душой любитель природы попадаются шикарные дождевики мы их брать не будем охота у нас сегодня на благородные грибы как прочим и всегда ну наконец-то друзья мои я не могу с вами густо разговаривать я вам просто покажу вот он задел ветку и обломал его здесь очень много конкурентов поэтому будем вести себя тихо и не привлекать много внимания ходим можно сказать по мусорке много бутылок вот например печальное зрелище из-под бутылки водочной под березовик растет вот как беднягу его покрутила я конечно очень боюсь этого но если и будет масштабная ядерная катастрофа таким образом планета очистится от паразитов в виде людей краснички да не те что нам нужны зашел в густую болотистую местность здесь я себя чувствую более безопасно как-то поуютней вот этот белый указывает на то что здесь никого не было спор высыпем выбьем он уже не так молод но еще интересен вот этот не молодой гриб но он очень чистый ни одного червячка еще какой-то интересный гриб пока не пойму кто это сейчас пролезем к нему а это под березой ножку которого поточили гиминофор как будто обколот ботоксом пухленький в целом хороший гриб берем все мы любители тихой охоты очень азартные люди словно игроманы верим в свою удачливость что именно нам улыбнется фортуна и мы найдем место нетронутая и я не исключение вот только игромания пагубная даже не скажешь привычка болезнь а тихая охота одно лишь удовольствие пользу для здоровья приносит я прям чувствую улучшение здоровья с приходом осени и началом сезона тихой охоты а вот такие вот багровые яблоки делают меня еще и счастливым и как думаешь там есть хороши а эмоциональное здоровье тесно связано с физическим иду вдоль болотца по краю которого еще нет тропинки это усиляет меня надежду о так и живем друзья редкими моментами счастья вижу за сгоревшим вот этим вот стволом упавшим краснеет шапочка красная шапочка вот этот вот которого на зуб не хватит мы оставим еще какой-то зародыш возьмем вот эти вот уже рослые экземпляры фаллической формы пробираемся к тому дальнему а он там как вы уже могли догадаться не один или это у меня в глазах двоится они там один больше а другой чуть поменьше размером сейчас задача не из легких вы сами видите решетка из этих прутьев но мы по старинке табанчиком пролезем этого я увидел первым поэтому первым он будет и забран у него ножка уходит куда-то туда вглубь не знаю насколько мешает его извлечь дерево можно попытаться расшатать я можно сказать решу на этом кустарнике где же он берет свой начал это может быть очень длинная нога она была не очень длинной но обламывать ее посредине я считаю кощунством лезем назад дорогу преграждают еще вот эти старые упавшие деревья вы видите мы находимся в таком как бы канальчики который ведет на основное болото здесь удалось нам подлохматиться экземплярчиками достойными достойными внимания вы знаете дорогие друзья я обходил это болото вот так и не обращал внимание на вот этот канальчик просто его переходя увидел предыдущие экземпляры так вот решил я пройтись вдоль канальчика так то вы сразу ничего не увидите не подойдя впритык да и впритык не каждый их увидит посмотрите сюда на это чудо толстоногая и беляш не всегда сейчас встретиться таким упитанным а тут подосик этот почему-то почему-то очень слабо стоял наверное нога у него подкосилась при виде меня и вин в траты в свидомость вот друзья это не мое болото но я чувствую что она хочет стать моим пролазя за грибами сквозь он те кустарники не мудрено оставить свой глаз на ветке и кто-то очень предусмотрительный но рассеянный взял с собой вот такие вот очки которые там и остались лежать на земле ну пусть теперь послужат мне если не найдется хозяин когда-то я на болоте увидев гриб стал резко наклоняться за ним сухой рогоз уже было дотронулся до моего глазного яблока это те опасности которые могут подстерегать грибника на болоте а это те радости которые его ждут он настолько красный что у него даже ножка красная не придется ничего обрезать сапожок остался в грунте здесь пошли уже тропы шансы найти что-то достойное стремятся к нулю хотя место очень красиво и все таки один рубинчик оставили для меня так вот я наклонялся за грибом и чуть не наткнулся я вижу следы того что здесь уже прошел грибник какой-то прохожу сам уже второй раз это болото и удивительно что каждый раз находится гриб пропущенный мною прежде а вот здесь кто-то сбил мухомор заглядывая в более густую растительность мы с вами можем увидеть подберезовичек сливающийся с опавшей листвой на сегодняшней грибалочки отдаем предпочтение поиску красничков ну во первых потому что они красивые да и во вторых потому что они красивые я по ним очень соскучился это напомнило мне только что момент моей свадьбы когда я приехал на выкуп невесты а там какая-то такая традиция она там сидит у себя закрыта в доме а я через окно кричит почему я значит хочу ее взять в жены и там надо было несколько несколько причин тому придумать я переволновался я был не готов к этому конкурсу ну и на вопрос почему я отвечал потому что красивая во вторых ничего не приходило так что касается подосов не все они очень конечно красивые не все всякие войну как и девушки это один но другой то покрасивее будет какой толстячок о ну тут настоящие короли красоты мы с вами находимся на нетронутейшем месте и я только что увидел целое семейство подосов жирных дужератый начнем с вот этого вот толстячка очень жирный чувачок крайне толстый сейчас я еще буду показывать и удивлять и удивляться вместе с вами так там дальше я еще где-то видел жердяй чека у и беляш юморил я оставлю корзину и полезу с вами по пути будем захватывать конечно же и небольшие гинтар посмотрите какой беляшела он торчит обратите внимание друзья здесь точно никто еще не прошел что идем в беляшеле не терпится уже его сорвать он здесь он здесь вдвоем с другом шикарные грибы потрясающе как я как я набрел на него сложим здесь их канавки что ли камера неудобно же тащить все так здесь пока ничего не видно но я там одну семейку заприметил вы сейчас будете в шоке друзья мои так никуда не уходите идем дальше во-первых вот этот вот коричнево коричнево шляпой 2 даже их и даже 3 это то ли подберезовики такие то ли это с такими темными шляпками подосиновики подскажите если знаете так главное здесь не на кого не наступить я себе этого не прощу вот это пещера аладина вот все-таки улыбнулась фортуна жердяйчик и дикпаты здесь кучка а теперь переходим к десертику полюбуйтесь это редкое такое зрелище мы сейчас извлечем по одному и подувал он там осталось место вы знаете я же рыть не буду пусть оно будет прикрыто там тем более еще какой-то малюк вот это местечок не удалось мне пробраться на моё болотце но бог миловал и я попал в не менее сказочное место соберу соберу кая свои кучки какое все-таки радующее соседство краснечки мои любимые и беляши все любимые хочу вам продемонстрировать как это все здорово смотрится в корзине я поспешил выключить камеру вот та канавка где были беляши немножечко приподнялся сюда еще одна коричневая голова беляшика приятного размера прошел немножко дальше в гущу где уже более тонкие березки ясинки наряду с толстыми тут нас ждет подберезовик наверное высокий парень с ровной шляпой хорош могу отметить что я уже на третий круг пошел так животик и уже урчит кушать я с собой не взял нужно куда-то в сторону дома двигаться только лишь от снизу видно вам вот этого малыша это результат моего третьего обхода движусь вдоль канавы и тут что-то странное вроде бы и болотистая местность а масленок просто могут предпочел вырасти здесь друзья мои полюбуйтесь на эти пурпурные тарелки вон там видите но одно так точно блюдце другая слегка неправильной формы шляпка чудо ой чудо какой красавец даже куда был положить не повредить хочу извлечь его напарника и вы думает что я сейчас буду уходить но нет здесь есть еще один красота вот эта прелесть но мы все равно не спешим уходить отсюда потому как я увидел кажется под березовик дай бог не совсем старый я вижу он возрасте не он такой как раз на жарёху он пойдет вот такой улов обходим эти заваленные с другой стороны и видим более молодой экземплярчик понятно почему мы его сразу не увидели он поменьше а тут он не один вот и тут очень тяжело достать здесь рядом маленькие и покрупнее и покрупнее возьмем вот этого пацана так вот они все рассыпались и этого эти прикроем с точками те грибы благословляю на долгую жизнь чувствую под коленом что-то шевелится чуть не забыл вот такого прелестного мальчика почистил грибочки хотел уходить но наверное кто-то бы мне уже написал ты пропустил еще один а может быть вам его и не видно он там глубоко спрятался я здесь был но сразу его не увидел паутина вот же уперся шляпой поваленное дерево слегка погрыжем мышкой мы это все обрежем вот результат утреннего променада практически полная корзинка ну вот и погуляли мы с вами в очередной раз я считаю прекрасный результат приятно проведенное время спасибо что были со мной подписывайтесь на канал ставьте лайк оставляйте комментарий и до новых встреч друзья пока